я написал. Вот, друзья, да. Всем еще раз здравствуйте. Почему люди не понимают, что такое скептицизм? Я написал эту статью. Она достаточно короткая и несколько абзацев буквально. Так вот, давайте сразу же обратимся к корню проблемы. Под скептиками мы в современном мире понимаем минимум три разные группы людей. С одной стороны, это абсолютные скептики, то есть те, кто воздерживаются от убеждений. Во-вторых, это пробабелисты, то есть делающие утверждения лишь о вероятностях. Третье, это так условно обозначим икс-скептики. То есть, а под иксом мы понимаем вообще все, что угодно, вот там, христианство до науки. Там, научный скептицизм, христианский скептицизм, какой угодно скептицизм. То есть, такой икс-скептицизм, да. Эти группы имеют фундаментально разный методологический базис и сводят под единое... По-моему, они зря, кстати, сводятся под единое понятие скептицизма. Вообще, абсолютно зря, они не должны быть сведены вместе. Так вот, проблема заключается в том, что скептиков первого типа, то есть абсолютных скептиков, то есть даже аутентичных, лучше сказать, они реально аутентичные. Впервые скептиками начали называть именно вот этих вот абсолютных скептиков. Именно они сформировали базис для скептического метода, именно они им пользовались. А все остальное, что здесь перечислено, к скептицизму не имеет особого отношения. Так вот, вот эти вот представители первого типа скептиков, они отсутствуют в современном обществе. Их буквально нету среди академиков, нету среди медийных мыслителей. То есть, это, так скажем, абсолютный не мейнстрим. Со времен секста-эмпирика ни один философ первого типа не стал популярным, а его работы, соответственно, не стали достоянием истории и философии. То есть, абсолютный скептицизм абсолютно не представлен в современном дискурсе, а также его крайне плохо и поверхностно преподают в специальных учебных заведениях для студентов философской направленности, что, кстати, тоже о многом говорит. У скептицизма нет сторонников, у скептицизма нет защитников. Спасибо большое, спасибо большое. Ссылка удалена. Сейчас. Сейчас, закончу хайлайтовую вот эту штуку. Спасибо. Смешная штука, да. Сейчас закончим с этим по-быстрому и посмотрим, что вы заказали. Спасибо, Шадов плюс Марго равно любовь минус 370 рублей. Так вот, у скептицизма нет сторонников, у скептицизма нет защитников. А потому даже интеллектуальные люди позволяют себе коверкать формулировки скептиков самым удивительным образом, практически не опасаясь общественного порицания. Ну, в случае, если они будут, например, христиан порочить своими идеями и коверкать их взгляды, автоматически христиане начнут, ну, как бы регулировать данный процесс с помощью неодобрения. Если вы начнете неправильно воспроизводить различные высказывания ученых, ученые, их фанаты, их адепты, они тоже вас пошлепают, соответственно, по необходимым, по всем местам и накинут порицания, и накинут порицания вам на голову сверх меры. Со скептиками такого не произойдет. Люди привыкли выставлять абсолютный скептицизм в дурном свете, не понимая основные его положения, термины и состояния. Отсюда следует идиотская критика в духе. Если все сомнительно, то и скептицизм сомнителен. Второй тезис, да. Скептики отрицают реальный мир, а не салепсисты. Ну и третий, конечно, тезис. Скептики верят в невозможность познания. Четвертый тезис. Скептик не должен ничего утверждать, иначе он не скептик. Пятый тезис. Невозможно всегда и во всем сомневаться. Людям, использующим такую критику, не хватает базовых знаний о том, что такое скептицизм. Но основная проблема заключается в том, что они не собираются получать эти знания. Причем, приветствую Альфа, приветствую Эмилия, приветствую, всех рад видеть. Спасибо, русский либерал, за донат. Сейчас, сейчас все посмотрим. Так вот, ответы на все эти вопросы присутствуют в моих статьях про легаменных скептицизм и скептической ортодоксологии и основные проблемы понимания того, что такое скептицизм. Здесь мы на них заостряться не будем. В принципе, все довольно понятно. Давайте просто рассмотрим, насколько базовые знания... А на сколько базовых знаниях идет речь, да? Так, скептик не должен ничего утверждать, иначе он не скептик. Но ведь различие убеждений и утверждений – это одно из базовых различий в рамках скептицизма. Это настолько базово, как, например, в диалектическом материализме у нас есть тезис, антитезис и синтез, например. То есть, если человек критикует диалектический материализм, но даже не слышу слова тезис, антитезис и синтез, у нас возникают вопросы – а ты действительно критикуешь диалектический материализм, или ты просто дурак? С другой стороны, понимаете, настолько же базовые понятия, вот здесь вопросы, которые поднимаются, вот эти вот претензии к скептицизму, они настолько базовые и очень просто проясняются в самом скептицизме, настолько же, насколько, ну и проясняется позиция троицы. Представьте себе человека, который критикует христианство, не критикуя при этом троицу, который даже про Иисуса Христа, например, не слышал. Вот то есть настолько базовое положение, оно прям вообще лежит в основании. Это первое, что люди должны услышать, когда они приходят вот... Первое, что они должны услышать, когда приходят и смотрят, читают что-то про скептицизм. Им сразу дается разделение на убеждения и утверждения. Им сразу дается понимание того, что скептик, вот видите, там невозможно всегда во всем сомневаться, пятый пункт. Что скептик и не утверждает, что он всегда во всем сомневается. Это настолько на поверхности лежит, настолько вот на самом верху, на самом верху, что задавать такие вопросы может человек, который, наверное, даже статью в Википедии поленился прочитать. Но задают, причем люди задают, которые вроде бы обладают философскими компетенциями, у которых есть философское образование, которые 4 года потратили на обучение на философских факультетах, задают вот такие вопросы. Это очень удивительно, понимаете, это очень удивительно, такой уровень вопросов. Знаете, это что-то в духе того, вот невозможно всегда во всем сомневаться, говорят скептикам. Ну, скептики это знают. Это то же самое сказать, что критиковать, например, марксистов, говоря при этом, ну, ребята, вы знали, что мир состоит из противоречий? И они такие, ну да, да, действительно, действительно, мы согласны. Но в этой работе мы сфокусируемся на другом аспекте. Почему же люди не хотят понимать те простые вещи, о которых написано в статьях и книгах вполне простым языком? Ну, я выделяю несколько групп причин. Первое, скептицизм это крайне часто употребляемое слово. И значений у него оказывается крайне много. Каждый понимает скептицизм по-своему, и почти каждый хочет навесить на себя почетный ярлык скептика, а не догматика. Эпоха просвещения исказила понимание скептицизма и сделала его соответствующей такой, знаете, пустой плашкой. Пустая медаль себе вот на грудь взял так и повесил себе медальку. Все, я скептик, типа, да. Я там что-то сомневаюсь, там, наука, там, не знаю, что-то там, я за науку, наука, все, что не наука, во всем сомневаюсь. Я скептик, типа, сегодня, все, я молодец. Вторая причина. Суть античного скептицизма была утеряна в средние века, а после ярлык скептиков навесили на людей, которые были далеки от скептицизма. Например, Декарт, Монтен, Юм и многие другие. Эти люди не особо понимали сущность скептицизма, а также не пользовались его основными установками, как ни странно. Третий пункт. Обилие направлений к скептицизму не относящихся, но называющихся при этом скептицизмом. Например, научный скептицизм, радикальный скептицизм, умеренный скептицизм, христианский скептицизм и так далее. Все эти штуки, они относятся к скептицизму точно так же, как и ислам, например. Но они есть. Так вот, четвертый пункт более глубинный. Людям часто просто невыгодно сомневаться, у людей имеются базовые убеждения, на которых они строят всю систему своих взглядов и всю жизнь. Эти базовые убеждения сопротивляются сомнению. Более того, человек, имеющий базовые убеждения, хочет видеть в оппонентах таких же людей, которые имеют базовые убеждения. Представить себе иной модус существования в войне мнений, человек с такими убеждениями чаще всего не способен. И это довольно трудно. Действительно, довольно трудная ситуация. Вот вы играете в игру интеллектуальную, кто кого победит в споре. А вдруг оказывается, что вашего оппонента просто невозможно победить, потому что у него убеждений нет базовых. Приветствую, Шуер, рад видеть. Так вот, сомневающегося в чисто пятый пункт, сомневающегося в чистом виде, невозможно ранить в споре и невозможно с ним особо как-то играть в рамках аргументации. У него нет убеждения, а потому нет смысла спорить. И с ним нет смысла спорить, но у него есть, у него может быть смысл спорить, конечно. По-хорошему, игра должна идти в одни ворота, ворота догматика. А этого никто не любит, никто не хочет, поэтому проще выдумать место реального скептицизма, фейковый, и опровергать фейки, придумывая для этого скептицизма какие-то интересные убеждения, забавные. Этой стратегией действуют почти все, кто так или иначе пытается разобраться со скептицизмом. Хотя, ну, что там разбираться там, на самом деле довольно просто все, как ни странно. Привет, Михаил, привет. Так вот, люди нередко не различают убеждения и утверждения, что, на мой взгляд, тоже большая-большая проблема. Ну, например, софисты различали убеждения и утверждения. Они могли утверждать не то, в чем они были убеждены. Ну, скептики, они точно так же в среднем работают. Да. И отсутствие и незнание этого различия, оно довольно трудное. Скептицизм многим кажется непродуктивным направлением мысли, так как не может ничего порождать. Это фундаментальная ошибка, которая строится на ограничении скептиков в их воздержании, да. Если они воздерживаются от убеждений, значит, они воздерживаются неожиданно почему-то от утверждений, от мышления, от поиска, от герменевтики почему-то. Они от всего типа воздерживаются, да. Вот просто воздержавшись от убеждений, почему-то скептики должны вообще от всего отказаться. Это фундаментально неправильно. Опять же, опять же, вот эта тема раскрывается в статье про предефтика ортодоксологии. Ссылка в этой статье тоже имеется. Ну, кстати, потому что мое учение ортодоксологии, это как раз пример позитивного философского учения, базирующегося на абсолютном скептицизме. Вот. И так же важно заметить, очень важно заметить, очень мало хорошей литературы, посвященной скептицизму. На русском языке я встречал лишь одну более-менее сносную монографию, где автор, короче, на самом деле пересказывает «Секст и эмпирик» неплохо. А это уже круто, как бы, это уже неплохо, да. Но при этом он нередко дает очень эмоциональные оценки скептицизму, его унижает, принижает. Очень много эмоциональных оценок, короче, это для академической монографии. Обычно про абсолютных скептиков пишут разного рода догматики, типа марксистов, христиан, саентистов и прочих замечательных людей, для которых абсолютный скептицизм – это лишь пройденный этап, помеха, которая очень давно исчезла с пути этих направлений. И никто не хочет, чтобы скептицизм снова появился, на самом деле, потому что с ним будет очень много проблем у всех. Ну все, друзья, я думаю, здесь с этим хайлайтом можно закончить. Он будет выложен завтра, я думаю. Ну вот.